приветствую друзья сейчас мы будем с вами рисовать ну давайте гайку нарисуем давно гайку рисовали вот я нашел гайку сейчас будем рисовать вот и что я взял fabry castle до карандашик твердость b то есть можете взять hb там не знаю гайку гайку как я ее рисую вот смотрите можно вот так делать вот рисуем сначала вот как такой в перспективе как-то прямоугольничек называется вот потом диагональки провели диагональки провели попробуем геометрией заниматься и вот у нас серединка есть и серединка тоже в перспективу уходит то есть как бы параллельно вот этим да мы понимаем что вот эти линии идут направляются в точку схода где-то далеко они сойдутся и вот а вот здесь примерно то есть смотрите это не вот это расстояние где-то где-то две трети то есть если вот это расстояние разделить на 3 то вот это примерно ну две трети раз два вот такое же расстояние видите вот вот это равняется и сюда пошли вот то же самое здесь уже это расстояние чуть меньше должно быть по идее да чуть меньше или не 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 надо меньше да может быть я здесь мало сделал увеличу так и вот тоже параллельно вот здесь то есть вот эта линия это линия да потом вот эти линии вот эта линия это тоже в точку схода там уходит да тоже особенно вот здесь более отмене вот тогда низ не спешим смотрим смотрим да и вот эту линию вот видите то есть если сравнить вот расстояние да видите вот здесь меньше расстояние чем здесь понимаете да и теперь у нас вот вот эта линия это да параллельно практически и здесь тоже самое эта линия и он здесь тоже параллельно и по идее вот эти две линии уходят тоже в точку схода там внизу да вот такая геометрия или тригонометрия не знаю как это называется теперь отверстие до отверстия теперь отверстия хочется это все закрасить то есть мы можем начать вот в принципе с этого вот тут за заукругление такие делать как у гайки есть заукругление вот такие заукругление так и может быть вот здесь до заукругление немножко так также вот здесь вот заукругляем и в принципе вот здесь тоже срезан угол его нету вот такая гайка вот не знаю такая у нас гаечка вот теперь вот расстояние вот здесь практически вот до небольшое и здесь вот небольшое здесь небольшое небольшое и ну вот центр до центр ориентируясь на этот центр так здесь практически вот так нас имеется здесь можем не прорисовывать полностью потому что полностью нам не нужно нам лишь вот в этот верх вот потому что здесь у нас будут отражения там всяческие да вот здесь вот сюда заехал так где мой волшебный ластик так чтобы не спрашивали что за ластик там бомона зеро эластом эрайзер ничего себе вот такая байда да то есть находите на алиэкспрессе и покупаете может быть у вас в вашей стране тоже есть попробуйте набрать теперь выбираем расстояние ну то есть вот это более-менее так нарисовали вот это вот расстояние вот примерно такое да может быть от углов либо вот от этой части ну и поехали рисовать вот этот эллипс поехали рисовать этот эллипс нарисовали теперь прикидываем ширину до ширину и вот здесь смотрим вот так нарисовали смотрим нормально мы вот по ширине либо уже сделать либо шире да если вот так это будет мирно ненормально то есть вот это расстояние как-то взять да ну более менее нормально да такая гаечка теперь что я предлагаю теперь я что предлагаю беру вот здесь тоже заокругляю немножко здесь чуть-чуть да чуть-чуть легко так потому что здесь заокруглено здесь и теперь чё мы делаем я вот этот же карандаш какой мне там беда я делаю тушевку вот этой грани сверху вниз нет сверху снизу вверх я хотел сказать что я хочу сделать можно было более твердой взять вот такую градацию сделать градацию тона может быть вот таким образом попробую еще да возьму возьму может быть вот 2h 2h возьму изменяя силу нажатия то есть здесь сильнее здесь легче да и так постепенно от сильного к более слабому нажиму иду вот опять настроим камеру потому что слишком света много вот так наверное будет здесь тоже самое ну в принципе здесь однотонный тонн однотонный тонн только я хочу вот это вот убрать знаю насколько долго мы будем заморачиваться на этой гайкой так ну давайте 2h попробуем вот одним тоном никаких переходов никаких тональных переходов вот если там белые пятнышко осталось взяли дотушевали не спешим смотрим где еще что-то вот может быть по контуру чуть-чуть так более четко вот видите как бы очертил так извиняюсь камеру трогаем здесь по краях даже какой-то такой темное отражение там есть как мы сейчас будем вот здесь рисовать темные пятна вот есть как-то так корявенько может быть краешек гаечка повидала уже там всякое разное и вот смотрите здесь у нас вот вот эта часть треугольничек такой два раза правильно более твердый мы можем сначала все и вот сам край еще чуть-чуть возле самого края чтобы линии не было вот смотрите возле самого края и вот теперь я беру более мягкий но это опять же тут же б я рисую как бы такой треугольник но они не четкие вот здесь четкие края да а здесь нет и четкий то есть вот он четкие края и тоже тушую тушую как бы в какой-то степени градации тона но не совсем то есть по тону по тону вот здесь это пятно более темное чем вот здесь должно быть по моему да так и вот эта часть размыта там нету четкого как бы четкой линии такой так возьму более мягкий пускай это будет 3b ну чтобы уже там пятнышки вот эти поставить и вот здесь у нас вот такое темное пятно хочется уже металл показать и вот эта часть поскольку 3b у меня сейчас в руке я не очень сильно нажимаю и затем bardzo так вот даже даже может быть вот здесь так чуть чуть тем 3B. Вот темнее сделаю. Дальше взял B карандаш. И вот здесь у нас резьба как бы не сразу начинается, а здесь у нас есть некая такая фаска, да? То есть, то, та часть как бы срезана так, где резьбы еще нету. Вот приблизительно вот. Ну, то есть, она начинается, но вот здесь мы видим как бы вот такая некая часть без резьбы. Потом у нас резьба где-то начинается вот отсюда. Отсюда она начинается. И вот вот так. И мы хотим нарисовать вот эти витки резьбы. Вот в этой части они так сходятся. ну, мы можем вот так сделать. То есть, наметить вот эту резьбу. Вот эти витки. Вот они, да? Наметили. И потом уже, ну, то есть, я вот когда рисую вот эту, ориентируюсь на эту, что она так плавненько сходится. здесь тоже вот иду вот так, как бы ориентируясь на эту, такие же расстояния. Вот иду и сужение уходит дальше. Вот здесь иду и сужение. Можно отсюда вот так. Да, что мы дальше делаем? Дальше, может быть, в эту сторону уходим. То есть, это отсюда вот так. Тоже, как здесь сужается, да? Каждый виток расстояния между ними сужается. То есть, здесь больше расстояния, здесь меньше. Понимаете, о чем я, да, говорю? Вот так и вот так. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы просто берем, может быть, и и что? И вот так, может быть, зарисовываем. И обратите внимание, я оставляю, как бы, белые, не закрашенные, такие полосочки, как бы. Можно, конечно, карандаш остро заточенный, можно механические взять. вот, и теперь берем мягкий карандаш, пускай это 3B, который мы уже брали, и мы вот здесь начинаем делать вот эти черные пятнышки здесь. Вот она фактура металла. так, и отсюда тут легко-легко может быть. Вот так. так, что же у нас, какой самый-самый, твердый 2H мы взяли, и здесь, кстати, вот этот треугольничек, вот так делаем более темный. Блик у нас, блики у нас вот здесь, белый, блик, может быть, так 3B. так. 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 Так, ну еще вот здесь отражение такое. Далее взяли 3B и сделали тень. Так подчеркнули. Вот так подчеркнули и намек на тень. Ну напишите, похоже ли это на гайку. Можно ли сказать, что это у нас гайка. Закрутится ли она. Так, это я уже 3B сверху. То есть смотрите, по-другому никак. То есть нельзя сначала, ну можно при определенных обстоятельствах, но здесь гладкая поверхность, то сначала твердый карандаш, потом мягкий 3B. Сначала мы 2H брали или там B, потом 3B. И тогда гладкость будет лучше, чем если бы мы наоборот делали. Ну по-моему здесь даже выше. Вот так. Оставляю белую такую, да, плосочку. Вот. Ну и как кто-то сказал, что над уточнениями можно работать вечно, да, можно, но не нужно. untuk. Просто, когда уже работаете над уточнениями, останавливаетесь, смотрите, чего не хватает, дорисовываете, да, что может быть просится как бы, да, быть нарисованным, то вы это делаете, да. Понятно, мы можем также взять и удалить лишнее, но с этими линиями тоже своя прелесть как бы есть, да. Какая-то красота вот этого всего черчения. Ну, то есть у меня получилось, а у вас, не знаю, напишите, что у вас получилось или не получилось. Ну, у меня тоже не так уже и хорошо получилось, так корявенько довольно, да. Что там, мне кажется, не хватает. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...